Вече прежде 2000 годин я воскреснул. И для нас он всегда воскресший. Из-за нас и виноги воскреснут. Короткое откровение. Краткое откровение. Ну в этом году со мной что только не происходило. Представьте година, каково ли Немесе случило? Скажу так, что в Стамбуле я практически умер. Что кажете, така, что в Истанбул практически загинах. Гипертонический криз. Гипертоническая криза има. Я получил откровение тогда, что я умер во Христе Иисусе. Получих откровение, че тогава загинах в Иисус Христос. В Китае меня парализовало. В Китае меня парализировало. Неротоксический шок. Неротоксический шок. Я получил откровение, что я был распят вместе с Иисусом Христом. Получих откровение, че съм был распънат заедно с Иисус Христос. Как апостол Павел пишет. Както апостол Павел пишет. Что мы сэраспяли с Христом и Иисусом. Че ние сме сэраспяти с Иисус Христос. В Болгарии я перенес двустороннюю пневмонию. И тогда я понял о том, что мы с Христом погреблены. И мир и этот грех совершенно мертвы для нас. И света и греха са мертвы за нас. Они умерли. Те са загинали, умерли са. Как же нам жить в них? Как да живеем в тях? И знаете, вчера мы вернулись с Христова гора. И вчера сме се вернули от Христова гора с Наталия. И там я получил новое откровение. Я воистину признателен, что я нахожусь в Болгарии. Наистина се радвам, че се намирам в Болгария. И здесь очень много таких болгарских святынь. И мы их тоже почитаем. И я решил, мы с Натальей решили посетить одну из таких высот. И помолиться там. И мы это сделали. Правда, я забыл кроссовки. Так получилось. Така се получи. И поднялся на Христова гора в тапочках. И се качих на Христова гора по джапанки. Ну, подняться еще не так тяжело. Да се качиш не е толкова трудно. А когда там пошел ливень, гром и молния. А когда започнаха громотевицы, порой. И мне пришлось по этим камням спускаться в тапочках. И трябваше по тези камня да се спускам по джапанки. Это было непросто, друзья. Не было лесно. Не советую никому подниматься в тапочках на высоту. Не советую вам на никой да се качивати на височини по джапанки. Ну, вы знаете, тапочки выдержали. Но джапанки ти зелу целяха. Я чуть не остался на горе. А за малко да остана там. Пока спускался четыре раза, я подскалил се и падал. Докато се спусках, четири пъти съм падал, докато се спускахме. Так, до си пор някои места у меня так побаливают. Все още някои места ме болят. Я получил ново откровение. Я получих ново откровение. Что я вернулся новым человеком. Что мы не только умерли с ним. Не само сме умрели с него. Но мы ж с ним и совоскресли. Но со с него сме и воскреснали заедно. Скажи, я совоскрес с Христом. Скажи, я сам воскреснул заедно со С Христос. Знаете, когда мы первый раз были в Молдове с Наташей. Когато сме били с Натали за первый пыд в Молдову. Мы увидели там очень удручающее такое действие. Не видяхме много тысяч действий. На каждом перекрестке. На всяко крестовоще. Стояли такие распятия, кресты. И мало, какого распятия крестовы. И на этих распятиях висел Иисус Христос. Муляш, конечно же. И на тези распятия и висел Иисус Христос. Не истински. Да. И он был с таким плачевным лицом. И то и бил с такого плачевного лица. Было как-то жалко на него смотреть. Беше жал да го гледаме. Он весь в крови. Бил цели в кровь. Он весь измучен. Измучен цели. И такое чувство, что Иисус Христос только умер. То есть на каждом углу в Молдове провозглашение. Наш Христос умер. Он изтек крови. И он не воскрес. Он здесь. Мы его здесь похоронили. Мы его здесь убили. И мы его здесь обезкровили. И только с моей головы обезкровили. Пусть у нас так не будет. Потому что у нас Христос воскрес. И даже более того, скажу вам. Мы совоскресли с Ним. Скажи, я совоскрес с Ним. И это еще не все. Писание так говорит. Я это не придумал. И мы воссажены на троне. И ние сме седнали на троне. В оссажене на троне. Седнали сме на троне. Во Христе Иисусе. Во Иисус Христос. Скажи аминь. Кажи аминь. Мы в победе, друзья. Дали сме в победата, приятели. Мы одержали здесь полную победу. Тук сме взели полната победа. И пусть будет Иисус Христос победитель в этой стране. Иисус Христос да будет победител в тази държава. Да прославится Его имя. Да се прослави Неговото имя. И вы знаете, самая великая победа. И най-великата победа. Когда Иисус Христос говорит уникальную фразу. Когато Иисус Христос казва великое изречение. Послушайте внимательно. Слушайте внимательно. И буду посылать вас. Ще ви спраштам. Пошлю вас. Ще ви спраця. Как агнцов. Среди волков. Знаете, я хочу сегодня представить. Сегодня выйдет к нам один из первых миссионеров. Днешне излезе при нас един от первых миссионерей. В Болгарии. От нашей церкви. От нашта церква. От болгарской церкви. От българской церкви. От других церквей. От другите церкви. Я хочу сказать, был послан. Искам да каже, и бил изпратен. От Бог. Потому что если не Богом. Защото ако не от Бог. То шанса нет. То шанс нямаше. Оттуда просто мог бы не вернуться. Просто там нямаше да можеш да се върне. Или вернулся бы в поражение. Или щеш да се върне с загуба. Как древние говорили. Като древните са казвали. Верни се ли с щитом. Върни се не с щит. Или на щите. На щите значит мертв. Или върху щит означава мертв. Но брат Эди вернулся со щитом. Но брат Эди се вернул со щит. Хочу представить Эди Кирян. Искам да представя Эди Кирян. Сегодня в нашей церкви. Днеса в нашата церкви. Только недавно вернулся. Наскоро се вернул. И сегодня хочет поделиться словом. И днесиска да споделись слову то. Аллилуйя. Приятствено брат. Добре. Слава Богу. Той всичкото пляскане е за Бог. Все эти хлопки для Бога. Добър ден. Здравейте. Как сти? Не съм я виждал отдавна. Не можеш да и кажа здрасте. Вече женина жена. Добре. Искам първо да прославя нашия Бог. Хочу первым прославить нашого Бога. Защото наистина три месеца беше чудо за мене. Потому что три месеца это было чудо для меня. Първо да изрежа сам там. Во-первых, уцелеть там одному. Второе, когда я был на прощальной вечеринке. Сириците мне сказали. Как останас жив? Как ты выжил? Я сказал. И има един дед на пазе. Я сказал. Есть один, кто меня хранит. Там запрещено говорить о Боге. Само час ходих по всички магазини и казах. И сами сихнали. И говорих за Бог. Только я ходил по всем магазинам и говорил и сами сих. И говорил о Боге. Искам да отдам целата слава на Бог. Хочу отдать всю славу Богу. И накратко да ви кажу, какво всъщност случилось за три месеца. И коротко вам сказать, что по сути случилось за последние три месеца. Есть ли у меня время? Добре. Нет, без пяти. Без пяти. Добре? И всъщност бях изпратен. По сути я был отправлен. Ако човек не е изпратен. Если человек не е отправлен. Не запомних какво каза пастера, но може и да не се върне. Если человек не е отправлен, то он может и не вернуться. Зоната там е военна зона. Там военная зона. И постоянно се размеряха комплименти с бомбички. И какво? Размеряха комплименти чрез бомби. А, менялись комплиментами с помощью бомб? Но, това не беше, не докосваше нас. Но это нас не касалось. После, шо ви кажа и за Бейрут. Потом я вам расскажу про Бейрут. Как трябваше да се тръгна през Бейрут и Ливана, пак затвориха летища и така нататок, но нека накрая да остане това. Как я должен был лететь через Бейрут, но там закрыли сам аэропорт и в конце расскажу об этом. По сути, есть две важные вещи, которые я понял в Сирии. Первое, мы отправлены служить. И мы слуги. И второе, Бог работает и в нас. За три месяца я построил стандарт своей жизни. Вставах четверо часа. Я вставал в четыре утра. Започваш с молитва. Начинал с молитва. Разговор с Богом. След твой два часа по нечетене. После два часа, хотя бы два часа чтения слова. След твой, излезаш, докато е хладно да се молиш по улиците за съживление. Потом, пока холодно, выходишь на улицу и молишься о пробуждении. И потом ты идешь домой, потому что уже 50 градусов на улице. И язык начинает висеть, и ты не можешь дышать. Хочу вам сказать, что вы очень благословенны, что живете в Болгарии. Я каюсь за все плохие слова, которые я говорил про свою страну. Я осознал, насколько я благословен здесь. Там нет электричества. Соответственно, това не работает. И почешь дышишь на обед. И начинаешь вот так вот дышать в обед. Да. Браво. Добрый привод. И нет и воды. Значит, там нет основной системы канализации, которая дакара вода. То есть нет основной системы канализации. Всякий блок си има кладенец. Там у каждого дома есть свой кладенец. Соответственно, помпите, които работят с ток, който го няма. Помпи. Дигат водата. Насосы, которые должны поднимать воду с помощью электричества, которого нету. Да, нет вода. Нет воды. И, соответственно, тая вода, която идва, тя е замарсена. Сломатите почвят да работят по друг начин. Вода, которая приходит, она грязная. Твой желудок начинает работать по другому. Просто ви казвам, малко от живота в Сирии. Я не жалуюсь, просто я говорю, что рассказываю вам чуть-чуть о жизни в Сирии. Да не ви кажете, че храната е коренно различна арабска. Совсем другая еда арабская. И моя ушка с кавказский стомак не може да издержи. И мой кавказский желудок не выдерживал. И два раза у меня такие расстройства были, и поэтому я не показывал себя в ближайшие дни. Не потому что восстанавливался. Но это все только для Божьей славы. Так да ви кажешь себя победите. Это победы. Това всъщност пак и победа, защото минаваш през нечто, което Бог тебе прикарва и ставаш по силе. Вот это тоже победа, потому что ты проходишь что-то, через что Бог тебя проводит, и становишься сильнее. В начале моя армянская кровь бушевала, и я сказал, только с армянами буду работать. Вопреки, че в начале я сказал только 10 слов на армянском. Я восстанавливал свой язык, и дошло до того, что я и молился на армянском языке, что означает, что я очень восстанавливал свой язык. Но Бог меня тоже и провел через армян, которые и покаялись, которых трудно призвать к покаянию. Всегда молитесь об откровении. Особенно, когда вы сами. И вы беспомощны, потому что чувствуете, что ничего вы не можете сделать, а все только от Него. Бог мне дал третью главу на Иоанн. И там Никодим дает урок, как Иисус должен снова покаяться. Как должен переродиться, и, как Никодим говорил, должен вернуться в живот своей матери. Это была мудрость, которую я должен был показать. Как я должен был показать армянам, потому что у них есть... У них есть вера, что они родились христианами. Потому что они первые христиане и так далее. Десять женщин взрослых армян опокаялись. И у них стали очень близкие взаимоотношения, периодически звонили, разговаривали. И там тоже подружились очень сильно. Даже есть фотки, изображения. На една от жените, тя като майка ми на возраста и... А на возраста моей мамы? Добре, ще стигнем до нея. Подарих ми и пералня, която беше чудо. Я ей подарил стиральна машина, что было чудом. Вторая употреба пералня, там стоят 200 долара. Стиральная машинка, секонд-хенд, стоит там 200 долларов. Новая, 1000 долларов. Новая, 1000. Да. У этой женщины нет воды, она живет на последнем этаже. И в сущности, это железо, которое просто там... Мы молимся ей о новой квартире, а оставил ей денег, чтобы она взяла новую квартиру. Потому что у нее как раздуты очень ноги, и она не может ходить. Тежко живет хората. Очень тяжело живут у людей. Но знаете ли, кое най-важно? Но знаете, что самое важное? Никто не салплакал. Никто не жалуется. А ако задержишь, только... Извинявамся. Только бяха само майката и две дочери. Только мама и две дочери. Одна, която салжение и пратих снимки, ще видите по нататках красива свадба напряха. Мама поженилась, и я потом вам отправлю фотографии. Очень красивая свадьба была. Самое штука входа хората с христианами, но не смеют говорить за Бог. Просто страх. И здесь люди христиане, но они не могут, не смеют говорить о Боге, потому что им страшно. И мама отправила свою дочь, и все люди из квартир в этом подъезде вышли. И было невероятное помазание. Были исцеления. Были перепосвящения Богу. Я не видела такие чудеса, что кто-то сломал ногу и потом встал, но я видела одно чудо, я чуть позже о нем расскажу. Но хочу вам сказать, что больше 30 людей в Сирии спаслось. Вот это свадьба, это девочка. Это платье стоит тысячу долларов. У меня есть просто знакомая, которая хотела покупать оттуда платья, и я ей сказала, что лучше не стоит. Это православная церковь, в которой они как раз поженились. Да. Очень старая церковь. Потом я сфотографировался с Поппом, и сказал ему, что я проповедник из Болгарии, и очень рад. И он удивился, что из Болгарии приезжают люди, чтобы говорить о Боге. Вот это взрослая группа, это, по сути, одна фондация, която служит на няколко възрасти хора. Которые служат нескольким взрослым людям. Вот это служители. Тези са много преданы жени на Бога. Это очень преданы женщины, които служат на възрастни хора. Которые служат взрослым людям. Один раз в месяц они выводят этих людей вот в такой сад, как Эдемский сад. Потому что в любом другом там просто дома и земля, даже асфальта нет. Вот такие сады, где можно взять... Можно взять стол, сесть, и представляешь, что ты в Бейрут. Это одна из пожилых женщин, о которой заботятся там. Это место, где я был, недалеко от Хомс. И вот здесь я жил. Да, много красиво. Очень красиво. Это место было очень красивым, со старыми домами. Это было как курортное место, как золотые пески здесь. Казал, что Аюн Алвади. Вот так называется. Което значит... Я его повторю. Знаешь, сколько трудно го научих и ясно. Это означает извори от долината. И за меня беше като пророчество, что там будет пробуждение. Живая вода. Вот это хозяин, который меня пригласил. Да. Той всъщност служит людям, но он не покаялся. И он еще в первый вечер покаялся. И после беше толкова ревностен, че чрез него се покая мусульманско семейство. И потом он был таким ревностным, что через него покаялся една мусульманска семья. Това е едно, като точно къде стихолили на гората. Нещо подобно, но покрива му е исчезнала. Някой е имал нужда. Както и не има значение. Някой убрал покрива и без покрива. А, там кто-то украл крышу? Да. Това следващите снимки. А, церковь без крыша? Да, това са хора... Это люди. Това е Джордж, который пяти раз умирал. Той оперирован, няма исход. И тук мое турбичката за отходната. Он оперирован и у него нет выхода, поэтому у него с собой мешочек. И я ему предложил молиться за то, чтобы Бог его восстановил. Я верю в чудеса. И той казал, не, Господь, ма иска да страдам за... И он сказал, что нет, я понимаю, что Бог хочет, чтобы я страдал, как Он страдал. И да има болка за хората около Него. И чтобы была боль для людей, которые около меня. Ну, они были преданы християнской семьёй. Да, това са мусульманите. Видите, жената как е забранена. Это мусульмани. Посмотрите, как женщина вся одета. Говорих му за Бог, говорих му за Христос. Той не познаваше Корана, слава Богу. Я ему говорил о Христе, говорил... Но слава Богу, он не знал Коран. И ему, всъщност, малко повече си позволих да кажу, че Иисус е Божия Син в Корана, а Той е само Пророк там. Я ему, я позволял себе чуть больше сказать, что Иисус е Божий Син, а в Коране Он просто Пророк. И просто говорихме за то, че вярата наша е жива, тяхната е мертвая. И мы просто говорили о том, что наша вера живая, а их вера мертвая. Ние мы любовь от Бога и говорим с Бога и Той не отговаря. У нас есть любовь с Бога, мы говорим с Ним и Он нам отвечает. А их Бог всегда молчит. И это было то, что Его заинтриговало. Молих се за Него да бъде благословен дома, но Той не искаше да приеме Христос через меня. Я молился, чтобы Его дом был благословлен. Он не хотел принять Христа через меня. Только угадайте, через кого Он Его принял. От того, кто нас фотографировал. Вы видели Его на прошлой фотографии? Он говорил с Ним на арабском языке. И он убедил Его, что Он должен принять Христа и покаяться. И это Его первый плод. Можете ли, Нататки? Это молодая семья, которая приняла Христа. Это... Это мотоциклист, который ездит там и без шлема, без номеров они ездят. Первый раз я увидел четыре человека на мотоцикле, детей вот так, со всех сторон. Как в Индии, если вы смотрели индийские фильмы, это вот так же. На предната, ако видишь. Да. Този человек... Вот этот человек... И бил паднал от мотора си, понеже без каска, только целия одран. Он упал с мотоцикла и так как он без шлема, он вот здесь весь подран. И бил в коме повече от десять дней. Он был в коме больше десяти дней. В общем, чудо, что он жив. Чудо, что он жив. Възстановява се, как то видите. Обаче имаше страх в сердце. Но у него был страх в сердце. И много бързо се покая, като чу за Христос. И он очень быстро покаялся, как услышал о Христе. Аз съмнявам, че са цигани. Там имаше и цигани. Но няма значение. Съмнявам се, че са циганско племя. Предполагам. Я предполагаю, что они циганское племя, потому что там есть много циган. Майката е това в стране, и той с женой си, и дитей. Мама в стране, и он с женой и ребенком. Те служат в една богата къща, която я поддържат. Они чистят очень богатый дом, но поддерживают. Да. Следваща снимка са изиди. Это изиди? Изиди, те служат на сатана. Они служат сатане. Как я их распознал? Много лесно и бързо. Как я их распознал? Очень легко и просто. Тихния бог е паум. Эх бог е паум. Они мне принесли кофе в подносе, у которого ручки были как два паума. И сразу во мне Святой Дух проговорил, и я начал говорить, и как очистил это дом от паума, потому что иначе я не мог от духа паума. Иначе я не мог просто перевернуть этот поднос. Искам да ви кажу, че страшно чувствителен става духът ти, когато си сам. Страшно чувствителен становится твой дух, когда ты один. И когда не разчитываешь на никого, кроме Бога. Те хора са много мили. Эти люди, они очень милые. Три дъщерички. Три дочери. Он земледелец. И приехал из другого бедного края Сирии. Там воюют. И они приехали. Это сравнительно богатый. И он там тоже служит в одном доме. Тоже поддерживает. И целый дом, весь дом покаялся. Цел семейство, да. Всего семья. Да, помнил так. Да, Туе добре дошли в къщи. Мама и тати и косматко. Детцата ни работят в Хепи. И цялото лято са били заети. Мои дети работали в Хепи. И они все лето были заняты. И вот... И вчера вечером я поехал и забрал Анну Марию с ресторана. Давид пак се върнал, пострадал, се опарил. Той ми, чини, цели в пара. Нечто го изгорело. И той пострадал. И Давид тоже вернулся. А он моет посуду. И он обжегся. Тоже пострадал. Треба се учим, да сме твърди. И мы должны учиться этим вещам в жизни. И быть твърдими. Какво научих аз за себе си? Какво я выучил о себе? Смирение, смирение, смирение. Смирение, смирение, смирение. Эди, стария, умря. Както и пастор казал. Аз съм крестен много удавна. Я крещен очень давно. И съм заявил, че съм умрял. И я заявил, че я умер. Слышно, аз не бях умрял. Но по сути я не был ни умер. Аз не верю, че съвсем съм умрял. Я не верю, че я целиком умер. Есть еще процент живой. Но могу сказать, что много старого Эди умерло. Не было вкусной еды моего сокровища. Это моя боль, потому что я не умею готовить. Я не хочу готовить. И я как вирод съм. Я просто чувствую, как я. Вещи я просто ел. Не знаю, как я вышел. Там нема свинско мясо. Само телешко, ягнишко. Там нету свинины, только телятина и... А ако идешь да си купишь... И варанина. Да, ако идешь да си купишь закуска, закуските им с ними се говори просто. Если пойдешь покупать себе как завтрак. И не хочу говорить, какие у них там завтраки. Двойной лаваш, ако знаете, какой е лаваш. Двойной лаваш. Само, че... Аз искам да влизам в политика, обаче руснаците, нали, съжалявам, че оказвам, знам, че има русский происход тук, но политиката на руснаците са им убрали тяхното жито. Политика русских у них забрала... И внасят някако фалшиво жито. И дори самите сирийци ми кажат, нашия хляб вече не е хляб. И сами сирийци говорят, че наш хлеб не наш хлеб. И так же как в България, все одно и то же. Само, че... Там... Аз не знам колко от вас знаят как едат източните народи. Те късат от този хляб и бъркат навсякъде с него. Те нямат велици. Не знаю, как... Бъркат навсякъде и едат така. Не знаю, как... Вы знаете ли вы, как едят в тех странах, но обычно они берут кусок этого хлеба и макают во все, что есть. У них нету вилок. И, соответственно, цели астажив... И, соответственно, весь как пачкаешься. Типа малкса цапаха, но аз нему жак да издаржейся зек вилец-то, видна. Они меньше пачкаются, но я не мог выдержать долго, поэтому я сразу взял вилку. Се, что... Начина им на живот е много по-различен от наше. Тоже стили их жизни очень отличаются от нашего. Потому что все мои друзья были меньше 24 лет. Я знал, что больше 20 людей как театральная группа и мы вместе собирались. Я сожалею, что я не показал вам видео, как они меня провожали и все кричали и махали, когда я уезжал в Берут. И Бог нам дал такую близость. Это там уже мои дети. Преди меня са ходили и другие миссионеры. Но казаха, таков, как Тебе не смею виждали и Тие ми доверяем. Въпреки, че разликата не беше огромна в годините. Но у нас как будто этой разницы не было. И то, что меня раздражало вначале, это их стиль жизни. Они вставали в 11 часов дня, как мой сын. Это меня раздражало, потому что они очень поздно вставали. Но если еще дольше будешь жить в Сирии, то поймешь почему. Вообще, они не могут работать с двух до четырех, потому что на улице и в магазинах ужасная жара. Они закрываются и работают после шести до одиннадцати, двенадцати. То есть, пока они придут домой, пока поужинают уже два часа ночи. Поэтому встают и в 11 часов. Только я не мог привыкнуть к такому режиму. И като идлаха да му апостат и ме чукат деща, и я звикам, аз повече дужи, да не гоня. И когда они приходили ко мне в 10 часов вечера, постучали, хотели прийти ко мне, я говорил, я уже сплю спокойно ночи. И те свикнаха пак с моим режимом. И они привыкли к моему режиму. И се виждахме някъде посреда. И мы виделись где-то посередине. Защо указвам това? Защото трябва да заприемаме такива, каквито сме. Потому что мы должны принимать друг друга такива, какими есть. Всъщност, любовта е тази, която нас свърза. По сути, любовь е то, что нас связывает. Толкова различни. Аз опитвах да науча думи, но това е много труден язык. Такие разные. И я хотел... Сабах, Сахер, Доброе утро. Вот эти слова я выучил. Досто думи научих, просто за да им доставя удовольствие. Но трудно работе. Я чуть-чуть выучил, чтобы им как доставлять удовольствие, но это очень трудно. Посреда някъде на те три месяца Бог мне дал видение. И това беше, мысляла, основное то нещо, което Бог мне даде свършено, което Бог мне даде да видеть. Видението беше едно тъмно небе, черно. В молитве с закрытыми глазами я вижу это черное море. Няма звезди, няма луна. Нет звезд, нет луны. Впоследствие я разбрах, че това е под небесната, това е место на дьявола. Впоследствие я понял, что это место дьявола, под небесное. Да, под небеснота. Отвори се като врата, но хоризонтална, не така врата. Открылась как дверь, но горизонтальная. И страхотна светлина започна да се излива от нее. И невероятный свет начал изливаться. И тая светлина молеше да я усетиш, тя беше да я пипнешь, да я усетиш. Он был такой, что его можно было почувствовать, потрогать. И, соответственно, аз разбрах, че това е Божието присутствие. И я, соответственно, понял, что это Божье присутствие. Молихся да ми откри, какво иска да ми кажешь, чрез това не стана веднага. Я молилась, чтобы понять, что Бог хотел мне этим показать, не получилось сразу. Но в следващие дни Бог ми дай да разбера, че това е съживление, което идва в Сирия. То каза, что это будет на короткий период времени, но потом дверь закроется. Аз не знам, сколько от вас читаете Старий Завет, но в Исаии, в 17 главе пишет за Дамаск. И пишется, что он будет полностью разрушен. Когато им го прочитах за първи път, те утвориха такива очи. Потому что они постоянно в войне с 11-го года. И у них это болит. Но то, что я получил как убеждение, что Бог изольет Свой Дух в Сирии. И я верю, что это в следующем году будет. Я уже тороплюсь поехать в третий раз, как Бог здесь показал, что я три раза там буду. Когда я понял, что я туда не вернусь, что там случится? Но я верю, что будет вознесение. В следующем году будет юбилей евреев 50 лет. Я верю, что мы увидим что-то, что только Бог может нам показать. Но на каждые 50-е юбилеи что-то случается. Может быть грабвание, может быть война, что угодно. Мы должны быть готовы к всему. Готовы ли сте? Вы готовы? Амин. Амин. Да, в следующий раз така говорим вече, да сме заедно. Децата ще тук и пазите. Да, пази Господа. Пусть нас Бог сохраняет. Искам да ви кажа, че преди да отидя в Ливан, может быть следващий патч, я говорю много, стану времето, но в Ливан също, между другом, само искам да вспоминам. Когда я ездил в Ливан, только хочу сказать. Има центральный квартал, като Холивод в Лос-Анджелес. Все надписи на армянском. Вообще, как армянская махала. Ставаши всички пареев и сочувствуешь, как в Армении. Не ма разлика, не ма арабска. И чувствуешь себя так, как будто ты в Армении. И такая освобода ми дали там. Аз живях пяти днём в Бейрут. Я жил пять дней в Бейруте. И покаяхся двум армянцам. Покаялись два армянина. И один доктор Соломон, армянец, как Соломон. И один доктор Армянно Соломон, му говорих за Бога. Я ему говорила Боге. Готов е. Просто трябва да... Последний семято трябва да изчакаме Бог да полей. Канят ма да отиде един месец в Бейруте вечер. Вижте как Бог разширява пределите не. Канят ма. А, уже зовут, приглашают быть в Бейруте один месец. Както и начакат, разбираясь, и в Сирии. Как и ждут в Сирии. Защо я и кавам те неща. Трябва хора от вас да сабурят и да кажут, Господи, аз ли съм? Нужны люди из вас, которые скажут и спросят, Господь, это ли я? Добре, че учишь, но трябва да практикуваш. Учишься, хорошо, что учишься, но нужно практиковаться. Да. Искам да завершя с това, Хочу закончить тем, Че Бог е този, кой те се грижи за всичките ненужди. Что Бог, Он заботится о всех наших нуждах. Вчера слушах едно... Аз много обичам да слушаем Ютуб проповедници и такива кратки. Я вчера слушал короткую Ютуб проповедь. Разбрах вина, че е африканец по африканско-английския му язик. Я сразу поняла, что это африканец по акценту. Но Той казал много ценные неща. Но Он сказал очень ценные вещи. Трите пета на английски са провизжен, протекшен и пауэр. Какво? Три пета. П. Буква П. Три буквы П. Да, на английски. На английском? Я приведу сега на български, но не става три пата, просто в переводе они не получаются, три пауэр. Да, на английски значит Бог е който-то пази. Бог е който-то подсигуряв и тебя дала провизжен, то есть всичко снабдява. Это тот, кто о тебе заботится и снабжает тебя всем. И Бог тебе дает силу для служения. Самое, что это важно за хора, който посвятение и у тебя дому служит. Только это относится к тем людям, которые Ему посвящены и ездят служить. И я хочу вам сказать, что эти три пауэр, они очень помогали служить в Сирии, в Бейруте. Само одно чудо искам да кажу, което се случи. Только одно чудо, хочу вам сказать, которое случилось. Это не человеческое, и доктор не может этого сделать. Аз сам го гледал само и решил да го испрактикувам. И хотел это применить на практике. Сына на хозяйката куца и беше искрив гръбнах, така. Сын хозяйки дома, как у него был искривлен позвоночник, и он хромал. Майка моя доктор и тя му объяснила, что только моя прещепа нерв и така нататка. И его мама доктор и объяснила, что у него защемленный нерв и так далее. Только я ему сказал сесть на стул. Дигнах му краката и бяха неравни. С 2 см разлик. И они были неразни. И започнах ме на самолем. Не одинаковые. И започнах ме на самолем, и краката почнаха да се изравняват. И мы начали молиться, и ноги начали выпрямляться, становиться одной длины, и у нее стали вот такие глаза. Да, за мене и мъртв да възкресне, знам, кой е мой Бог. Для мене и мертвый да възкресне, я знаю, кой е мой Бог. Что е възкресеньето и живота. Что е възкресенье и жизнь. Но това им доказало, че Бог е жив. И това беше нещо, което им липсвало. Тях не бяха виждали чудеса. И это было нечто, чего им не хватало. Они не видели такого чуда до этого момента. Никако не сопритесняете да правите нещо за Бога, что то не е оттука, то е оттам. Никогда не срамуйтесь. Не стесняйтесь никогда молиться об исцелении. Это Бог делает все дела. Пусть Бог вас благословит. У меня есть еще что сказать, но конца нету.